Богат наш район на юные таланты. Есть они и в техническом творчестве. Наши ребята отлично выступили на краевом конкурсе по начальному техническому моделированию. Мы побывали в отделении технического творчества Центра дополнительного образования Славянска-на-Кубани. Именно здесь занимаются учащиеся неравнодушные к технике. Маргарита Неделька стала победителем краевого конкурса по начальному техническому моделированию в номинации «Бумажная галактика». Свою работу «Удивительный ходячий замок» из японского мультфильма она долго и упорно делала летом. Это ее первая большая работа. И сразу же она получила за нее первое место. Техническое моделирование – это очень интересно и это будет актуально еще долгое время. Я набираюсь опыта для своей будущей жизни, но все-таки для меня важнее это проект сам, потому что я верю, что когда я буду писать дипломную работу, мне это очень сильно поможет. Папа Маргариты – педагог. Он считает, что дети – это самое главное в жизни и всячески содействует увлечению дочери техническим творчеством. Очень важно сегодня, чтобы наши дети получали инженерное образование, потому что это нужно нашей стране. И подобные конкурсы позволяют выявлять на ранних еще этапах одаренных детей, но дело нас, взрослых, их подхватывать, поднимать над собой, прививать, воспитывать, учить. Еще один воспитанник отделения технического творчества Роман Загорский придумал и сделал робота-регулировщика уличного движения и завоевал третье место в краевом конкурсе в номинации «Техника молодежи». На этот кружок я записался недавно, вот в сентябре. И уже построил своего первого робота. Кружок же называется так же – «Мой первый робот». Роман не намерен останавливаться на достигнутом. У него немало свежих идей, ждущих своего воплощения. Трудно переоценить в этом поддержку руководителя кружка Ларисы Бойцовой. Опыт у меня уже очень большой в робототехнике. И поэтому главное – это, правильно, ребенка соответствующего найти, который хочет этим заниматься. Вот, направление новое, интересное, детей очень много желающих. И выбрать тему, и подготовить ребенка к конкурсу какому-то конкретному. Вот такие здесь способные ребята с горящими глазами и опытные, неравнодушные педагоги. Очень важно, что детям в нашем районе можно не только получить основное образование, но и развить свои способности с помощью отличных учреждений дополнительного образования. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События». Продолжение следует...